На календаре 30 января. 30 января 1914 года глава Маломалышевской области написал самарскому губернатору Николаю Протасеву письмо с просьбой закрыть две пивные лавки. На то были все основания. Пьянство, разгулы, хулиганство напрочь выбивали деревенских жителей из Клии. 30 января 1945 года народный комиссар авиационной промышленности СССР и командующий военно-воздушными силами Красной Армии издали приказ о выпуске в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, на заводе номер 18 имени Ворошилова самолетов Ил-10 с задней стрелковой установкой ВУ-9 и пушкой Березина. Сегодня день Деда Мороза и Снегурочки. На Руси это было символичное окончание зимы. 30 января в разные годы появились на свет советский конструктор танков Иван Олексенко, русский советский поэт, переводчик, драматург, сценарист Виктор Гусев, советский кинорежиссер, сценарист, актер Леонид Гайдай и другие известные люди. В народном календаре сегодня Антон Перезимник или Антонина Половина. И то и другое означало, что половина зимы позади, а весна уже не за горами. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали, наши предки говорили. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет, все морозом стянет. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в истории в 30 день января. Удачи в делах вам и хорошего настроения!